Россиянин по имени Андрей Медведев, который является бывшим высокопоставленным членом российской частной военной компании «Вагнер», попросил убежище в Норвегии. Норвежское управление миграции подтвердило это и заявило, что из соображений безопасности и конфиденциальности не будут комментировать этот вопрос детально. Дело экс-магнеровца передано норвежской иммиграционной полиции, которая тоже отказалась комментировать это. Известно только, что Медведева привезли в Осло и поместили в центр для нарушителей миграционного законодательства. Напомним, на прошлой неделе полиция Норвегии сообщила, что мужчина незаконно пересек норвежскую границу. Экс-командир ЧВК «Вагнера» заявил российской правозащитной группе, что готова рассказать все, что ему известно о деятельности частной военной компании и ее владельца Евгении Пригожине, миллионере, связанном с президентом России Владимиром Путиным. С нами на связи Михаил Самусь, заместитель директора Центра исследования армии конверсии и разоружения по международным вопросам. Здравствуйте. 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 Как бы могли прокомментировать вот эту сдачу в плен, да, товарища по фамилии Медведев? Вот норвежцы пока ничего не комментируют, наверное, не знают еще толком, что с ним делать. А вот как это отразится на самой компании ЧВК «Вагнера»? Возможно, мы узнаем о ней что-то новое? Да, я думаю, это очень важно. Дело в том, что, по моим данным, Норвегия давно интересуется частными военными компаниями, так называемыми частными военными компаниями России, поскольку на самом-то деле в правовом пространстве России такого понятия вообще не существует. За наемничество вообще предполагается криминальное наказание, и все, что происходит, это какой-то сюрреализм, потому что вообще-то всех этих людей должны были давно арестовать именно в России, потому что частные военные компании, как таковые, запрещены самой Российской Федерации. И Норвегия, и другие страны НАТО, конечно, давно интересуются проявлениями действий так называемых ЧВК, которые все же являются больше орг структурами спецслужб Российской Федерации, прежде всего, военной разведки, то есть ГРУГ и США, особенно их действиями в Сирии, в Африке и сейчас, конечно же, в Украине. Поэтому я думаю, что Норвегия очень профессионально отнесется к этому кейсу, получит максимальный объем информации не только, собственно, этой персоной, который сдался сейчас властям Норвегии, но и вообще принципам деятельности, финансирования, подходов к другим порядкам, которые существуют в этой организации. Их, конечно, линками с администрацией президента, со спецслужбами и так далее. Я думаю, что это очень важно с точки зрения, в том числе и Украины, для получения большей информации по этим орг структурам российских спецслужб. Вчера многим экспертам мы задавали один и тот же вопрос. Когда переполнится чаша терпения Запада, и они перестанут вспоминать об этих путинских красных линиях и вообще боятся его угроз? Говорили о трагедии в Днепре. Сколько еще можно терпеть эти безнаказанные обстрелы, не имея возможности ответить? И вот вчера вечером появилась такая интересная новость. Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль на встрече с журналистами в Киеве заявил, что Соединенные Штаты понимают потребность Украине в поражении целей, расположенных дальше за линией фронта, чем достигают нынешние имеющиеся системы и ведут соответствующий диалог с украинской стороной. Вот если раньше мы слышали четкое «нет», то как прокомментировать вот это заявление? Это завуилированное такое «нет» или это уже такое нечеткое «да» по поводу, например, тех же ракет дальнего радиуса действия? Я думаю, это все-таки уже четкое «да». Тут остаются только, я думаю, технические вопросы. То есть, какой тип ракет, собственно, поставлять Украине? Много возникало в информационном пространстве кандидатов на такие ракеты. Кроме «Атакамс» есть еще ракеты совместного производства «Боинг» и «Сааб» шведской фирмы, которые превращают обычный боеприпас в высокоточную, довольно-таки дальнобойную ракету 150-180 километров. Я думаю, что Украине сейчас было бы очень полезно и важно иметь такие ракеты. Их очень много на самом деле сейчас в распоряжении Соединенных Штатов и Швеции. И я думаю, что, например, хотя бы 150-180 километров могли бы уже помочь Украине, во-первых, влиять на ситуацию в Запорожской области, на всю глубину фронта, в Херсонской области, на Донбассе, естественно. И в том числе начинать влиять на ситуацию в Крыму более активно. Но если говорить о действительно наших потребностях, то, конечно, это ракеты 300 километров и больше, которые могли бы воздействовать, во-первых, на Крымский мост в регулярном, скажем так, механизме. Ну и по территории России сейчас очень активно анализируется вопрос возможности применения по столице Украины ракет С-300 и С-400. И эти места расположения пуска этих ракет будут находиться максимум 200 километров от Киева, фактически. То есть как раз ракеты 300 километров для Украины были бы, наверное, каким-то лекарством для тех голов, которые вот сейчас разрабатывают эти операции по нанесению ракетных ударов по Киеву, по другим украинским городам. Потому что С-300 используется сейчас в том числе и по Запорожью, и по Харькову, и по Николаеву, Херсону. То есть если бы у нас были ракеты с дальностью 300 километров, мы могли бы заниматься уничтожением этих позиций и не допускать именно такой опасности. Вот скажите, вот эти вопросы, скорее всего, будут на Рамштайне следующем, который уже называют танковым. Но наверняка, кроме танков, этот вопрос будет очень важен. Какие вообще ожидания Украины от этого танкового Рамштайна реальны, а какие нет? И на что нам реально рассчитывать? Ну, насколько напряженная политическая борьба сейчас происходит вокруг приближающегося Рамштайна, можно определить, потому что в отставку подала министр обороны Германии. Очевидно, что она на протяжении всего периода широкомасштабной войны была против передачи Украине тяжелых вооружений, и в том числе, я думаю, не только тяжелых, но и, например, зенитно-ракетных комплексов «Патриот», которые могли бы нам очень помочь. Они решились на это только после того, как Соединенные Штаты уже заявили о предоставлении своих «Патриотов», после этого и Германия присоединилась. Но по поводу «Леопардов-2» здесь уже выходит очень неприятная, некрасивая ситуация, когда много стран заявили о том, что готовы предоставить «Леопард-2». Это и Финляндия, и Польша, и Испания может предоставить, и другие страны. А сама Германия не дает им разрешения на то, чтобы они поставили Украине эти танки. Хотя, естественно, политическая ответственность за такие поставки лежат на правительствах этих стран, но при правительстве Германии удавалось почему-то на себя натягивать это одеяло и противодействовать поставкам «Леопардов-2» из других стран наших союзников. Я думаю, что изменение в составе правительства, то есть изменение министра обороны Германии может помочь сейчас решить этот вопрос, и процесс пойдет намного активнее. И это очень хорошо, что это сделано до «Рамштайна», а не после. То есть на этом «Рамштайне» есть шанс, что будет все-таки принято решение и создан пул тех стран, которые с разрешения Германии предоставят Украине «Леопард-2». И как заявлял министр иностранных дел Украины Кулеба, у нас появится бригада «Леопардов-2», то есть это около 90 танков. На фоне поставок британских танков «Челленджер-2», которые, я тоже думаю, будут, ну как минимум, не рота, а, конечно, батальон, как минимум, будут поставлены. И те танки Т-72, которые сейчас модернизируются в Чехии, около 90 штук, плюс еще одна из африканских стран передает нам фактический батальон танков Т-72-30 штук. Я думаю, что это как раз в результате, через пару месяцев у нас будет то количество танков, о которых говорил генерал Залужный при формировании наступательного кулака украинской армии. По сообщению украинской разведки, враг готовится к затяжной войне, но и очевидно, чтобы сорвать эти планы, нужны, конечно, поставки тяжелого наступательного вооружения, которое, я надеюсь, скоро начнет все-таки поставлять Запад, в частности, да, танки. Но нужны и тактические ракеты, о которых мы с вами уже говорили, нужна поддержка с воздуха, если речь идет, конечно, о современном общевойсковом бое. Вот в этом отношении чего стоит нам ждать, как вы считаете? Возможно, назывались ударные вертолеты. Может быть, какие-то самолеты, о которых говорили давно, но которые никак не подтверждают? Ну, честно говоря, про «Апачи», видимо, это чисто теоретический разговор пока, потому что это вертолет дорогой, это целая система, боевая система, которая требует очень длительной подготовки, изменения инфраструктуры, базирования, тактики ведения боя, адаптации вообще украинских вооруженных сил к использованию таких вертолетов. Я думаю, более было бы оптимальным модернизировать наши вертолеты, это возможно. У нас есть вертолеты Ми-24, которые можно оснастить западным вооружением, теми же ракетами «Хейлфайр», которые находятся на вооружении «Апачи», и таким образом радикально усилить возможности наших ударных вертолетов, да и не только ударных, можно и Ми-8 модернизировать определенным образом для более точного и мощного огневого воздействия на противника. Если говорить о самолетах, я думаю, тоже здесь вопрос все-таки откладывается на более поздний период. То есть сейчас все-таки нужно решить вопрос, абсолютно верно вы подчеркнули, что Путин готовится к затяжной войне. Я так понимаю, что он хотел бы в эти полгода максимально военным образом изменить ситуацию на фронте, то есть переломить ситуацию, завладеть стратегической инициативой и где-то в середине года зафиксировать то, что ему удастся или сохранить, или оккупировать новые территории. А дальше в связи с тем, что экономическая ситуация в России будет катастрофически ухудшаться, это показывают все расчеты, потому что после введения нефтегазового эмбарго, а я надеюсь и атомного эмбарго тоже будет введено, Россия в этом году может недополучить по минимальным расчетам 100 миллиардов долларов. Это целый оборонный бюджет российский. Поэтому вторая половина года будет экономически очень сложной для Путина. Ему нужно как-то вот пока есть время эти полгода использовать максимально в военном плане. Для Украины, логически, исходя из этого, было бы очень хорошо, я думаю, необходимо провести свою наступательную операцию, сломать планы Путина и таким образом привести к тому, что Путин ко второй половине года будет вынужден просто уходить с территории Украины и пытаться уже как-то изолироваться в своем диктаторском режиме, но с территории Украины он будет вынужден уйти. – Продолжая ваши слова, Путин поставил в Герасиму задачу, насколько говорит разведка, захватить Донбасс к марту. То есть видно, что он спешит и видно, что правда, что он боится вот этих последствий, которые могут наступить уже во второй половине года, правильно? – Абсолютно, но, честно говоря, я пока не вижу возможностей у Путина за такой короткий срок достичь каких-то успехов. Мне кажется, что он продолжает играться с этими группировками, которые роятся вокруг него, пытаясь продемонстрировать свою эффективность. Но вот сейчас он давал задачу группировке Пригожина-Суровикина. Мы видели это с октября месяца, они наносили ракетные удары массированные и пытались с использованием ЧВК «Вагнера» проломить оборону на Донбассе. Не получилось, сейчас назначен Герасимов ответственным за эту операцию, и опять ему ставятся нереальные задачи. Но мотивация у Герасимова очень простая, он должен смыть себя позор 24 февраля, когда Российская армия полностью провалила задачу Путина. Поэтому он сейчас дает ему последний шанс. Действительно, это последний шанс у Российской армии как-то использовать время, которое у него появилось вот эти вот несколько месяцев до лета. И я думаю, что у Герасимова нет шанса просто этого достичь. Он это понимает прекрасно. То есть будут какие-то попытки, возможно, на Донбассе какого-то прогресса достичь, но в статистическом плане сейчас не видно каких-то возможностей в России достичь результата. Тем более, что я, например, думал, что по всей логике они должны были бы уже с 1 января начать такую массовую мобилизацию. Если они хотят как-то переломить ситуацию, им нужно много людей, 300-500 тысяч для того, чтобы создать группировку в Беларуси, для того, чтобы проломить украинскую оборону на Донбассе, им нужно много людей. Тем более, мы только что говорили, что Украина получает тяжелое вооружение. У России возможности нарастить вооружение нет, высокоточных вооружений нет, современных танков, бронетехники тоже нет. Поэтому у них возможность только количественно завалить фронт мясом, металлоломом и как-то попробовать использовать этот временной лаг, пока мы еще не сформировали свой ударный кулак с западным вооружением и тяжелой техникой. А у России есть как раз время, 2-3 месяца, чтобы этим воспользоваться. Но они опять как-то тянут с мобилизацией. Очень тяжело это объяснить, честно говоря. И без массовой мобилизации у них нет никаких шансов достичь даже минимальных успехов, тем более оккупировать всю Донецкую и Луганскую область. Руководитель Объединенного пресс-центра сил обороны на Таврийском направлении Евгений Ерин сообщил, что есть признаки подготовки врагом наступления на Запорожском направлении. Что думаете, решатся? Опять же, конечно, можно говорить о любых планах врага. Они, конечно, хотели бы наступать и на Запорожском направлении, и на Киевском, и на любом. Но пока нет у них сил для того, чтобы организовать какое-то наступление, в том числе и на Запорожском направлении. Тем более, что у украинской армии на этом направлении свои планы. И я думаю, что действительно они хотели бы, видимо, сыграть на упреждение и не допустить украинского наступления, например, на Мелитопольском-Бердянском направлении. Потому что они понимают, что это критически важный, может быть, эпизод этой войны, после которого Россия может вообще в себя не прийти на фронте. И поэтому они могут создавать группировки, которые будут такими короткими наступательными действиями сбивать наш темп подготовки к своей наступательной операции. Но опять же, это временные действия, которые не могут как-то помешать глобально для вооруженных сил Украины формировать свои планы, формировать свои ударные группировки и проводить свои наступательные операции. Хотел бы вернуться к вопросу ракетных обстрелов. Вот, как известно, саперы в Молдове взорвали несколько дней назад боеголовку российской ракеты, которая упала на территории этой страны. По-вашему, зачем враг запускает ракеты через Молдову? Чтобы наше ПВО, которое видит ракету, но не может ее сбить над воздушным пространством другой страны. Для этого? Ну, опять же, у России ракеты старые, неточные, поэтому здесь может быть абсолютно случайно. Они по своей территории, там есть масса случаев, когда ракеты улетают не в ту сторону, не долетают до территории Украины, падают на гражданские объекты в России. Точно так же и в Молдове они могут запускать, кстати, они постоянно это практикуют, ракета идет прямо по границе между Украиной и Молдовой, пытаясь пробраться мимо украинского ПВО, или думая, что украинское ПВО не будет сбивать ракету, например, которая идет на грани с молдовской территорией. Ну и, естественно, момент провокации, то есть демонстрация того, что Украина, оказывается, угрожает Молдове, молдовским гражданам. Это можно раскручивать информационным пространством Молдовы. Там российские средства массовой информации до сих пор владеют определенным сегментом, и поэтому можно раскручивать информационно-психологические операции на такой почве. Тем более они собирают это все в кучу, ситуацию в Польше, например, с ракетой и другие такие случаи, которые используются для нагнетания антиукраинских настроений. А вот как по-вашему, а почему в Молдове не сбивают эти ракеты, которые залетают в их воздушное пространство? Ну ведь это серьезный инцидент. У них нет ПВО или они боятся даже подумать о том, что можно сбить российскую ракету? К сожалению, ПВО нет. Просто нет как явление. То есть Молдова по своему статусу является нейтральным государством и фактически демилитаризованным государством. Да, были у них попытки какие-то сделать силы специальных операций, но это ограничилось созданием батальона, спецназа. Есть как бы остатки каких-то вооруженных сил, но, к сожалению, период правления и коммунистов у них был, пророссийских сил. Все это очень похоже на то, что у нас делалось при Януковиче, то есть уничтожалась армия. Фактически сейчас молдовской армии как таковой нет. Ну то есть можно говорить, что есть Министерство обороны, есть командование главного штаба, но на самом деле ПВО как раз вот у них нет. То есть высоких технологий, каких-то современных вооружений нет в помине, к сожалению, в Молдове. Спасибо. Спасибо вам большое за этот интересный разговор. Михаил Самусь, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам, был в нашем эфире. Благодарю вас.